Даша! Даша, ты меня заливаешь! Открой! Даша! Даша, открывай меня потом! Даша! Даша, я полицию вызову! Открывай! Даша! 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 Д Делал еще пару снегов ножа. Да. Ты чего? Да я что-то вчера с прударил лодыжку, дернул. Вывих, наверное, наступать больно. Ну, что скажешь? Маньяк? Не думаю. Маньяки приходят на дело со своим оружием. А это нож из набора на кухню. Японский. Его вытирали, но, похоже, именно им девушку порезали. Проверим еще. Ну, вряд ли бы маньяк пил вино со своей жертвой. Скорее всего, кто-то знакомый. Ну, или знакомый маньяк. Соседка снизу ничего не видела, кроме того, что с потолка льет. Наш маньячок, видимо, мыл руки и оставил полотенцем в умывальнике. Ну, ничего, поспрашиваем у других соседей. Э, стоять! Подожди, Василий. Ну, кто же он делся? Я сразу ломнулся за ним. Черт. Испалился он, блин. Может, на сегодня подъезд? Да нет, там код. Ну, или у него ключ есть. Да ну, не успел бы добежать. Массовая галлюцинация. Думаешь, это он, это девчонка пришел. Убийца всегда возвращается на место преступления. Это факт. Да, Денис. Ну что, утро доброе. Ты, как всегда, проспал свидание с красивой девушкой. Что-то не так? Понял. Кидаю адрес, выезжаю. Да нет, вы уже давайте в отдел, езжайте. Мы скоро и сами закончим. Окей, извини. Давай. Подожди. Что? Че это? Где? Что-то не так? Ну, теперь как надо. Да. Что-то не так? Убитая была изнасилована. Ее душили, потом добили ножом. Это кухонный нож из ее собственного набора, дорогой японский. Печатков, конечно же, нет. На ноже нет. Но есть на бокалах. И на входе. Но там все сложно, потому что соседка, которая нас вызвала, буквально все там захватала. И звонок, и дверную ручку. Слушайте, а может, ангел это подпись убийцы? Ангел это сама. Как ее звали? Дарья Полозова. 21 год. Работала администратором в центре психологической поддержки для наркоманов и неблагополучных. Жила одна, так как родственники далеко. Костик, проверь похожие дела на предмет серийного. Не думаю. Спасибо. Но проверить надо. Настя, заканчивай с отпечатками. А вы дуйте к Полозовой на работу. Ищите неблагополучного. Может, как раз того, что у вас из-под носа исчез. А он по-другому в какую-то нычку нырнул. И в свободное от работы время всем бегать кросс. На всякий случай. Настя, результат экспертизы у тебя? Да. Задержись. Влад, можно тебя? Слушай, помнишь видеорегистратор, который Гордиев нам закинул? Обломки из машины клейма. Да, только я эти обломки восстановил. Капец ты монстр. Ну, так служу в особому отделу. Там, правда, непонятно. Мишанина какая-то, беготня, видно. Ничего, я посмотрю. Минутку и к тебе зайду. Да, хорошо. Спасибо. Илона, ты можешь в этой жизни хоть что-то сама сделать? Проблема? Бывшая переезжает ко мне. Подожди, а Лида как? Не спрашивай. Я домой сгоняю, хорошо? Ну, давай, конечно. Я быстро. Мы опрос сами проведем. А, ребят, слушайте, мне надо задержаться ненадолго. По личному делу. Конечно. Занимайтесь своей личной жизнью. У нас-то с Сашей личной жизни нет на работе. Давайте. Борис Анатольевич, большое спасибо. Я, если что, с контактом помогу. Хороший подрядчик. Но главное, немногословный. Жаль только, без клима он с нами работу больше не хочет. Я пытался с ним договориться, но у меня не получилось. А я договорилась. Мы работаем дальше, на тех же условиях. Как у вас-то вышло? Да, он с молоденькой женой разводится. Бурно и мучительно. Она хочет у него отхватить побольше при разводе. Знали? Нет. А я знала. Я эту жену-модельку однажды в спортзале с тренером увидела в такой неоднозначной ситуации. И решила, что Борису Анатольевичу эта информация поможет отстоять свои интересы. Он с этим согласен. Вы истинная дочь своего отца. А ну-ка. Видишь? Мужик резко присел. Я сначала думал, это он от пуль прячется, но нет. За ногу держится. Ранен. А ну-ка увеличь. Да. Видишь, как он стреляет? Нет. Обрати внимание на стойку. Прям как педручный. Кто? Ты что, Беттл не смотришь? Ну, не, я больше Доту предпочитаю. Ну, а вот он, похоже, предпочитает биатлон. Ладно, спасибо. Поеду к нашим. Слушай, Костик. А пробей мне все больницы, которые занимаются огнестрелами. Угу. И часть никого, у которых могло быть что-то похожее в день смерти Клима. Сделаю. Да. Спасибо. Да, здесь она выглядит лучше, чем на наших фото. Какая-то она манкая. Манкая? Да, манкая. Такую один раз увидишь, больше не забудешь. Да я в смысле профессиональном. Здравствуйте. Добрый день. Директор центра Юрий Никитский. Что случилось? Капитан Шаповал, мы расследуем убийство вашей сотрудницы Дарьи Полозовой. Она у вас администратором работала. Какой у нее был круг общения? Обширный. Коллеги, пациенты. Тут с Дашей все общались. Скажите, а как ее... А личная жизнь у нее была? Ну да. Наш бывший подопечный. И у меня тебе... Дим, постой. Ты вот что. Принеси мне карточку Васнецова. Угу. Хорошо. И сейчас-то она с нареками любовь крутила? Ну, что значит крутила? Просто Даша всегда включалась в каждого человека, который проходил через наш центр. Могла найти и сказать нужные слова. Не осуждала за их слабости. Не называла нареками. Извините. Что вы можете сказать о ее молодом человеке? Судей мой, я его курировал. С наркотиками вроде бы завязал. Правда, вчера был здесь. Мне кажется, под кайфом. Буянил, кричал, обзывал Дашу. Нехорошими словами. Наверное, поссорились. Да, спасибо. Вот Станислав Васнецов. Опа. А вот мы с тобой встретились снова. Вы его знаете? Думаете, он убил Дашу? Ведем следственное действие. Держите. Да, Влад. Мы тут тоже закончили. Сейчас едем на задержание. Скину адрес. Пока. Далеко не прячете. Может понадобиться. Спасибо. Да, пожалуйста. До свидания. До свидания. Старший лейтенант Корнеева. Отошел ее. Зарежу. Это-то зря. Слышал звук? Он значит, что зацеп выбрасывателя заскочил в кольцевую проточку гильзы. Пистолет готов стрелять. А вот этот звук означает, что тебя не убьют. Пока. Ну, мама, белый порошок в голубой банке. Да, это точно сода. Нет, это никакие не реактивы. Боишься? Ну, тогда не трогай. Закажите спали пиццу. Ладно, мам, пока. О, у тебя гости. А я как раз сегодня хотел зайти с тортиком. Ну, я думаю, что на сегодня мучного хватит. Ты что, меня стесняешься? Да нет, ну что ты. Просто мама по полине очень скучает. Они никак не наговорятся. Слушай, вот отпечатки с бокала Дашины неизвестно чьи. Давай пойдем сверим по базе с отпечатками этого подозреваемого. Ты за что ее убил? Я ее любил. Любил больше жизни. А вот Никитский говорит, что ты вчера в центре не баширил и обзывал Дашу. Балабол хренов. Дашка меня вытащила. Помогла завязать. Мы поссорились. Я сорвался. Но мы бы точно помирились. Чего поссорились? Я ей предложение сделал. Охренеть повод для ссоры. Что думаешь? Недосып, страсть, ломка. Зависимая от дозы. Зависимая от Даши. Люди часто подменяют одну зависимость другой. Он заменил наркотики на Дашу. А убить он ее мог, если бы его лишили этого нового наркотика? Скорее, он бы убил за нее. Она отказалась. Я разозлился и наговорил всякого. Ты где был вчера ночью? Я не помню. Вы курите? А где вы тогда обошли ресницы? Я не знаю. Так, ладно. Давай, чистосердечное. Срок будет меньше. Не знаю его. Я в вашей штучке. Конечно, знаешь. Тебе одной уходки было мало. Вас, Нариков, могила исправит. Думаешь, ты лучше меня? А Дашка так не думала. Она бы меня за такую фигню не посадила, если бы была судьей. А если бы судьей был отец того мальчика, которому ты дал мед? Вот он бы тебя не посадил. Разорвал бы тебя на части. Суд должен хорошее в людях видеть. Как Дашка. Она была ангелом. Да, ангелом, конечно. Именно это ты и написал на зеркале в ее комнате. Я ее убил. Ну вот, наконец-то. Я ничего не помню. Откуда у вас в куртке пачка мелких купюр? Я не знаю. Я не помню. Так, ладно. Пошли еще один анализ дадим. Проверим твой биоматериал. Не, ну если Настя подтвердит, что Стас насильник, то все. Вопрос закрыт. Да. А отпечатки на бокале? Обожженные ресницы. Мелочь в куртке. Это что? Не, ну может он по ночам пожарником подрабатывает. Либо поваром шаурмятницей, я не знаю. Костик, нужно узнать, где был хозяин телефона после реабилитационного центра. Окей, я тебе тут как раз подборочку сделал. Спасибо. Коль, как там у тебя дела с Березном бывшей? Зашибись. Клинику выбираешь? Заболел? Нет, интересуюсь пациентами с огнестрелом, которые обращались к врачу в нойке Беликлима. Ну вряд ли бандиты с такими проблемами обращаются к обычным врачам. Да. Придется как-то с другой стороны подступиться. Чайок будете, не? Нет, спасибо. Нет. Помогу тебе как-то помочь? Нет, с этим точно нет. Но вообще-то мне не все равно. Я знаю. Пока справляюсь сам. Пойдем, посмотрим, как ты мой Илюша. Пойдем. Больно. 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 Люся. Люся. Нога. Нога. Нога болит. Не учатся. Малыш, смотри на меня. Все будет хорошо. Я им всем отомщу. Значит так, вечером подозреваемый коннектился в сеть реабилитационного центра. Потом глухо. Видимо телефон сел. На публичных камерах вокруг центра Стаса нет. А что если включить геоатек и поискать Стаса на фото и видеороликах, которые люди снимали в тот вечер? Ну в окрестностях центра и выкладывали в соцсети. Он же странно себя ведет, а люди часто акцентируют на этом внимание. Давай посмотрим. Илюша, поиск в соцсетях. Шаг первый. Поиск фото и видеороликов по геоатегу. Шаг второй. Поиск объекта Стас Воснецов в отобранном контенте. Есть совпадение. Объект зафиксирован в видеоролике. Ролик снят и размещен в сети пользователем Олег Олегович. Гео-локация 603 метра от локации реабилитационный центр. Вот откуда обожженные ресницы. И мелкие деньги. Это время убийства Даши. Получается он в это время был в другом конце города. Упускать надо Воснецова. Да если и не сам убил, то Дружков своих подбил. Что, не знаете на что нареки способны ради дозы? Стигматизация наркозависимых это неправильно. Он спросил у Виктории. Вот я не знаю, что ты сейчас сказал, но зуб вам даю, что он мне сегодня-завтра кого-нибудь ножичком почикает из-за наркотиков. А сейчас... Леша успокоительным накололи. Спит. Боже, бедный Максик, такое увидите. Мне из больницы позвонили и сказали, что Леша пришел в себя. Я его на радость их с собой потащила. До сих пор крик Леши в ушах. Люсинда. Я обязательно найду этих ублюдков. Ну, я что ты им сделаешь? Ну, ги оторвешь. Люсинда. Максик. Как ты? Когдаump'tаешь? Как ты? Как ты? Не 잘 mise. А что ты делаешь? А знаете ли вы, Настенька, что отпечатки носа у котов так же индивидуальны, как отпечатки пальцев у людей? Вот хочу сделать отпечаток носа маскота. Внесем его в базу. Да это не так делается. А как? Ой, Костик, сейчас не до этого. Мама звонила и сказала, что она чем-то страшно обеспокоена по поводу Полины. И меня вечером ожидает важный разговор. Ну, ты заранее себя не настраиваешь? Ой, знаю я эти мамины важные разговоры. В общем, надо успеть заскочить в аптеку, купить успокоительного. А что мама обычно употребляет? Причем здесь мама? Это мне. Тебя проводить? Нет, не надо. Хоть пройдусь, успокоюсь. Маскота верни. Спасибо. Ну что, продолжим? Я же говорил, блин. Молись твой. Ну, в общем, ты знаешь, что означает этот звук. Ты как? Нормально. Люся хуже. Надо заехать к Алексею, проведать его. Поддержать. Зря ты отказался от моей помощи. Мне кажется, кое-кто пытается держать меня в поле зрения. кое-кто очень хороший и правильный боится, что я не справлюсь с этой бандитской махиной законным путем и начну отрывать преступникам ноги. Ну, я не знаю, как насчет кое-кого, но в тебе я не сомневаюсь. Ты не станешь никому отрывать ноги? Ты знаешь, я все никак не могу выкинуть из головы эти крылья Даши и Стаса. Дашина тату, кстати, более давняя, чем у Стаса. Заметно по состоянию кожи вокруг татуировки. Заметно только тебе. А еще мне заметно, что у тебя на шее осталась царапина после нора Стаса. Я хочу добраться до людей, которые убили папу и искалечили Алексея раньше, чем полиция. И я хочу, чтобы они лежали под землей, как папа. Я выгляжу слишком кровожадной. Какая роскошная. Истинная Вальгерия. Людмила Григорьевна. Я хочу, чтобы вы знали. Я всегда буду рядом. Люда. Можно просто Люда? Простите. Вы прекрасны даже уставшие. И можно на ты. Спокойной ночи, Сережа. До завтра. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Да и ночка удалась. Прикиньте, я сегодня засек нашего наркомана, который пытался убить человека. Да ладно. Дмитрий Азавадов. Коллегу дашь. Идемте, нас ждут великие дела. Интересно. Благодарю. И снова здрасте. Не готов сесть за покушение на убийство? Мне все равно. Надеюсь, заваду рядом в камеру посадят. В тюрьме я до него доберусь. Это он Дашу убил. Почему вы так уверены? Она знала про его Шуры Мур из подопечной. Ого. Девочка-сирота с его группы. Они три месяца уже спят. Ей уже 16. Вы ничего по закону не можете мне предъявить. Кроме закона есть еще профессиональная этика. Даша приходила к вам с разговором об этом? Да. Да как вы могли подумать? Я собирался пойти к Никитскому и во всем признаться. Дашка протупила. Вместо того, чтобы всем все сразу рассказать, пришла к этому уроду, хотела, чтобы он сознался, покаялся. А он ее убил. Почему вы скрыли это от нас? Что вы сделаете? Адвокат. Судья. Плачущие дети. Через пять лет завада выйдет. Нет уж. Он должен сдохнуть. Так это не я. Я всю ночь провел дома с семьей. Мы младшему скорую вызывали. Она около полуночи приехала. Мы ведь можем это проверить. Да, конечно. Проверяйте, пожалуйста. Но я вас умоляю. Только задавайте вопросы жене моей деликатно. А с Никитским я обсужу ситуацию, как и обещал Даша. Сегодня ночью вы едва не убили невиновного человека. У Дмитрия Завада есть алиби на эту ночь. То есть как? Вот так. Месть плохая штука. Есть шанс ошибиться, взяв правосудие в свои руки. Кто ее убил? Мы обязательно выясним. Обещаю. Главное, вам повезло и вы не запачкали себя убийством. Ну, как повезло. Сядешь теперь за покушение. Мне все равно. Я без Даши, как в тюрьме. Она... Она, когда мы поссорились, создала аккаунт на сайте знакомств. Хотела меня наказать. Типа, я ей не нужен. Мне теперь на все пофиг. Мама вчера залезла в Полькин аккаунт и успела прочитать часть переписки. Говорит, что на аватарке взрослый дядька. И он спрашивает у Полины, кто и когда вечером будет дома. И просит ее пригласить его на ужин. Ну, они друзья, типаж. Ну, да. А что Полина сказала? Она обиделась на бабушку, что там, мол, типа, роется в ее телефоне. Я просто взбесилась, отобрала телефон, а там пароль. Слушай, ты можешь мне взломать ее аккаунт и вычислить мне этого извращенца? Слушай, я не думаю, что Полина Костик. Слушай, найди анкету убитой на сайте знакомства. Она там этого Стаса, типа, наказать хотела. Ангелочек. Ты представляешь, моя Полина пишет педофил. Да ты что? Поймаем, мало места ему будет. Обещаю. Вот ее анкета. И переписка. Ну-ка, глянь. Какой-то художник. Так. Наша жертва и художник договаривались о встрече в вечер ее убийства. Слушай, а ты можешь этого художника по IP-адресу найти? Илюша найдет легко. И моего педофила, пожалуйста, тоже. Мы нашли одного человека. Думаю, это может быть интересно. Как ты говорила, огни стрел, а день убийства Клима. Ну, а ты что? Как нашли? Есть врачи, которые не сообщают о таких пациентах полиции. Ну, а мы в силу нашей деятельности о таких врачах знаем. Я могу всем поговорить? Да, конечно. Портрет заказать можно? Капитан Романенко. Особое дело. У нас там несколько вопросов. Я бы с тобой побегал, друг. Ну, лодыжка что-то подводит. Я думал, вы гопники. Поверь, лучше бы гопники. Ну что, пошли? Куда? Туда, например. Ну, не спеши так. Я же говорю, лодыжка подводит. Давай, давай. Ну, и, конечно, вы имеете право на государственного адвоката. К делу давайте перейдем. Ты за что убил Дарью Полозову? Кого? Да ладно. А вино позавчера вы с кем пили? Ваши отпечатки на бокале. А, Дейенерис. Это кто? Мать драконов. Я потом объясню. Я с ней на сайте познакомился. Прикольная такая. Встретились в парке, гуляли. Замерзли, пошли к ней, выпили вино. Все. Я, конечно, рассчитывал на больше, но меня вежливо выперли. А утром эту мать драконов с распоротым животом нашли. Это не я. Это не я. Это не я. Людмила с сыном, как в бункере. Муж под охраной. Что, нам, мы же не будем дом Клима из гранатомета обстреливать. А брат все, пока без охраны ходит? Да. Алло. Привет, Виталик. Я тут бизнес-активы распределяю. Хочу, чтобы ты сам выбрал себе достойный тебя кусок. Ты ведь столько лет с папой был рядом. Приезжай. Обсудим детали. Я тебя позже наберу. Людмила звонила? Нет. Бухгалтер надо один отсчет подписать. Ты подпишешь, берись за Клименко-младшего. Надоело ждать, Виталий. Орудие убийства тщательно вытерто. Дверные ручки тоже. А стакан нет. Не идиот же он. Да, конечно, идиот. Сейчас Настя анализы принесет, вы все сами поймете. Стремный он. Вы картины его видели? Картины не улик. Да эта Даша не могла себе нормального мужика найти. Она сама чокнутая. Вообще, все, кто с психологией связаны, такие. Ты, главное, при Вике этого не ляпни. Вика не психолог. Вика мент. Совсем запустил работу. Даже фотки вчерашние не вывесил. Влад, а ты как, нашел своего с Агнестревым? Нет. Надо еще по биатлонным базам пробить. Может, кто-то резко перестал тренить. Что это он? Осенило или приспичило? Костик, ищи, с кем она переписывалась на этом сайте знакомств. Я прошу тебя, найди это. Ну, я тебе что, собака, что ли? Ищи. Ищу. Ну, вот, Алекс 90, Игорь. Это Чарли. Ну, покажи Чарли. Вот. Ангелы, блин, Чарли. Что? Так это ты наш педофил? Настя, я просто хотел познакомиться с твоей мамой. Вот ты отморозилась. Я думал, что Поля поможет. Костик, да ты нас чуть до инфаркта не довел. Ну, я хотел рассказать. Просто тут постоянно кто-то ходит. Никто меня тут не любит. Привет. Привет. По делам приехала? Ну, да. Как кино вчера? Нормально? Наверное. Я не ходила, у меня голова болела. В следующий раз я тебе компанию составлю. Ладно? Ты сначала реши свои проблемы семейные, а потом... Вот говорили мне, что бывшие жены, это навсегда. Не навсегда. Коль. Коль, погнали, у нас задержание. Я все решу. Обещай. Работа в министраторе очень простая. Вам нужно записывать всех входящих и выходящих из нашего здания. Это с вами Даша сделала парную татуировку. Сперва с вами, Стас уже потом. Если бы не это украшение, я бы сразу заметил, вам придется проехать с нами, Чарли. Парня уже везут. Ты точно готова к этому разговору? Да. Я готова. Вы имеете право молчать. Имеете право на адвоката. Но скажу честно, улики против вас железобетонные. Мне не нужен адвокат. Готов ответить по полной. Чем хуже, тем лучше. Да, это я. Я. Любимый когда-то мужчина Даши. Это я первым назвал ее ангелом. Я придумал эту татуировку. Мне было очень больно, когда она предпочла мне этого наркомана. Я думал, он безнадега. А Даша смогла его вытащить. А потом он еще и набил такую вот эту ропу, как у вас, да? Но я все равно хотел бы с ней. Вы пришли к Даше, когда узнали, что они с Астасом расстались? Да, думал, теперь мы снова. Но Даша отказалась. Просто уходи. Ты не можешь меня просто так выгнать из твоей жизни. Я не могу быть всей твоей жизнью. Ты не можешь жить. Прости. Я не хотел так. Не надо смеяться. Да я просто хотел, чтобы она перестала смеяться. Перестала смотреть на меня и смеяться. Ну, ты для этого все сделала. Ладно. Пиши. Чем честнее и подробнее, тем лучше. А мы скоро вернемся. У Даши было удивительное свойство. Вызывать сильные чувства в людях. Завада забрал заявление Анастасу. Сказал, что это покушение было психологическим тренингом. Инсценировкой. Кто бы мог подумать. Сказал, в памяти Даши. Жаль, что для Даши все так закончилось. Ты так и собираешься всю ночь с котом провести? А что? Твоя подруга Полина приглашает тебя сегодня на ужин вечером. Чтобы ты познакомился с ее бабушкой. Ну, прости, москот. Но будущее тещи, конечно, дороже. Да я пошутил. Кот, конечно, дороже. Да. Вас тут никто не обидит. Я вам обещаю полную защиту, если вы мне ответите на один вопрос. Какой? Кто организовал расстрел моего отца? Ветель. Шаров. Хорошо, спасибо. Идите. Идите. Ты же понимаешь, что его нельзя так отпускать. Он сейчас первым же делом пойдет докладывать всю Шарову. Да, ты прав. Я обо всем позабочусь. У меня нет выбора. Вообще. Что, в что я знаю, есть? Кто baseball или я тоже идет? Редактор субтитров О.Семкин. Корректор А.Егорова Он просто позд publicly las algae. Субтитры создавал DimaTorzok